итак всем привет сегодня мы с вами разберем тему в чем разница между открытием пункта выдачи заказов вал берез между поинтом и пункта выдачи вал берез между франчайз то есть это две так скажем два приложения для программы поискать два направления в адрес как можно открыть пункт вы за один нужно через поин другой через франчайз и вот сегодня мы разберем чем разница а это вопрос наверное второй по значимости об сколько сетях смотрел сколько в чатах разных видел в чем отличие алберез и по чем отличие франчайз и поин первый вопрос это естественно как пользоваться картами поэтому если вы решили открыть свой пвз без этого видео вам не обойтись обязательно посмотрите его ссылочка сейчас всплывет вот и перед тем как начать обсуждать в чем же отличие между поинтом и франчайзом мне пару раз писали в комментариях что хотят платную консультацию честно скажу ни разу не предоставлял платных консультациях на тему вал берез в основном стараюсь бесплатно в комментариях отвечать пока пока еще хватает комментариях не так уж и много ну и плюс рассказывать об этом видео поэтому если у вас есть желание вы можете я оставил на свое имя в телеграме своими в телеграме да то есть вы можете по телеграму найти и написать кому интересно взаимодействие будет такой там здравствуйте павел и вы пишете список вопросов которые вы интересует вас для открытия и за которую вы ну информацию которую вы действительно готовы платить я посмотрю что записок вопросов мы обсудим с вами дальнейшее взаимодействие ну и будем работать соответственно пишите только в том случае за действительно у вас там есть деньги на открытие хотя бы одной точке я уже снимал в это видео можете посмотреть ну я считаю там хотя бы минимум 1400 должно быть все таки поэтому опять же тут индивидуально еще зависит от региона если у вас есть действительно деньги желание то тогда пишите мы будем с вами обсуждать так все стараюсь отвечать комментариях и снимать об этом видеоролики ну и так поехали далее разбирать в чем же в чем же разница в чем же разница по чай зубы поинт и сначала я сейчас выделил несколько моментов до поинту франчайзу сейчас вам зачитаю их чтобы понимали это не таблица сравнение у кого что лучше или круче тут нет такого что лучше или круче тут каждый сам для себя выбирает что для него при открытие приоритет не выгоднее да то есть немножко дальше разберу эту тему например если мы берем франчайз они не возвращают деньги за вывес при этом поинт возвращаем дальше у франчайза есть личный менеджер то есть это примерно прямой человек который ты можешь писать вопросы он тебе будет на них отвечать лично он вот пойти же это все происходит через чат-бота то есть они буквально недавно его там доработали плюс-минус более-менее нормально и там действительно заходишь в этот чат-бот оставлю пишешь техподдержка далее у вас там тикет выскакивает тикет вы можете выбрать да там тем например открытие-закрытие там пвз-точки брак возврат форс-мажор есть несколько вариантов стараясь вам скрин вывести на экран вот и далее вы нажимаете на нужную тему у вас сформируется заявка в личном кабинете вы заходите в эту заявку и там же полностью пишите текст и вам не более суток отвечает менеджер валбереса на ваш вопрос но допустим отличие от потому что в отличие от франчайза лично менеджер отвечает чат как можете задавать вопросы через чат-бот ну какой я вижу минус а там потопово сидят менеджеры если вас какая-то тема при открытии интересует не бывает достаточно четко отвечает приходится этот же вопрос задавать второй третий раз бывает более точного стараться сформулировать вот но менеджеры все равно как-то расплывчатый чаще всего отвечают с одной стороны это не очень хорошо выстроить не очень плохо потому что эти расплывчатые ответы говорят о том что если у вас спор на вопрос какой-то и вы не знаете можно так или нет то скорее всего они пока не запрещены эти вопросы если получаете расплывчатый ответ ну такая тема очень скользкая но суть в том что есть поддержка обратная связь и в принципе на большинство вопроса не отвечает мне даже был такой момент я пишу заявку я только сформировал начинаем писать текст заявки мнению сразу закрывает и какой-то ответ туда лепит то есть по факту я создал сформировал тикет заявку направления да но я не задал сам вопрос и просто менеджер видно там на скоростях сидел сидел отвечал кому-то не катал франчайзе она есть то есть там связываешься там с менеджером своим и далее он поддержкой далее не отправляет его сотрудника на сутки в брендированных пвз и его сутки отмечают да то есть вам нужно это спрачиваться на мой взгляд если вы там планируете сеть открывать этих пунктов это очень хороший бонус кто-то считает что это ерунда всему и самому научиться как происходит у нас сначала начиная сначала мы на полу засидели сотрудников этим самым там где-то бюджет сэкономили сами обучились там так далее обучение как у поинта проходит поинта обучения только онлайн у вас есть там специальный чат вы можете включиться и там всякие вопросы в этом чате обсуждают можно тоже своих коллег задать вопрос в этом чате и плюс там есть вебинар и вот проводит достаточно по два по три часа там можно вопросы задавать вебинары по возврату по браку по обсуждать еще какие-то моменты нововведения различные ну то есть достаточно неплохая информационная поддержка так ну еще я отметил такие два пункта и абстрактные но все же они есть франчайз он более требовательны при открытии нежели он ну что это значит например второй этаж вам не дадут открыть какие-то еще моменты там можно пану закроют не закроют глаза и так далее поначалу немножко все пожестче у поинта там все попроще более маленькую площадь можно второй этаж могут согласовать на данный момент еще пока могут но еще какие то может быть минус это цокольный этаж закрывает ну и по квадратуре да там часть от 50 начинается point от 30 в этом разница но еще при открытии например есть такой момент у франчайза ты когда начинаешь подаешь заявку тебе удавляют и делаешь ремонт сколько тебе нужно как происходит это у поинта ты подаешь заявку тебе пишут и должен за двадцать один день сделать ремонт вот и многие там пугаются теряются не знаю что делать по факту на данный момент на момент съемки этого видео как происходит история в поинте вы за двадцать недель например не успеваете ваша заявка удаляется и просто реальный случай столкнулся ваша заявка удаляется вы можете заново подавать опять заявку на это же место и так то есть принципе проблем никаких нету это мне в техподдержке так ответили ничего не придумывала поэтому нет ничего страшного вот но и в принципе больше не сказать нечего на этом у франчайз нет не ушами взносов нет какой-то момент сегодня нет никакой такой критической разницы между франчайзом и он там да ну естественно если вы там идете если вас сумма денежная впритык и конечно очень важно возврат деньги за вывесу за вывеску сделать ну и так как раньше был возврат вывески например на поинт до пятидесяти тысяч можно было денег то теперь они сделали до тридцати пяти ты сейчас связано с тем что многие в чек с вывеской другие услуги вписывали допустим вывеску взяли за тридцать документы делали на 50 ну и таким образом подскажем мухлевали с этим делом поэтому они сейчас снизили за возврат вывески денежку то есть вывеска до тридцати пяти тысяч вы можете вернуть но на самом деле в москве цена за вывеску 337 тысяч до цена за вывеску соответственно почти полностью вам денежку возвращаем за нее можно дешевле найти хотя я взял на самом деле по максимуму вывеска два с половиной метра длина два с половиной а ширина вывески 45 или 35 сантиметров вот такая вывеска стоит 37 тысяч это максимальная цена да и поэтому на мой взгляд лично это мое мнение если у вас много денег и планируете большое количество открывать пунктов выдачи в алберис то стоит открывать франчайз большие площади они будут больше оборотов приносить и в дальнейшем будущем это опять же это нигде не написано это вот лично мое мнение что точки франчайза они будут либо поинт прикроют и всех будут заставлять через франчайз регистрироваться либо постепенно всех на франчайз перетащат поэтому если много денег чтобы не парились с обучением сотрудников чтобы уличный менеджер лучше открывать франчайз если у вас денег притык не надо никакой франчайз берем и открываем поинт по поинту у вас возврат вывески в эти деньги можете там пустить примерно там решетки металлические какой-то у нас произошел получили обратно деньги мы сделали решетки металлические для для охраны для защиты то есть в принципе больше добавить нечего но известного поинта можно там помещение меньше открыть но также не забывайте давайте более маленькое помещение что вас количество ничей это но будет меньше да там если у вас на 300 1 40 это другое 53 74 чем больше помещение тем больше вас ячеек тем больше у вас может быть товаров соответственно если вы откроете охват там где у вас охват тысяч человек 120 метров снимите просто мне не будет 40 или который у вас закажет на такое количество ячеек поэтому вариант франчайз если у вас много денег планируете много точек открыть вариант поинт я считаю что если у вас денег притык и вы все сами и даже первое время сами на повозе сидите там первую неделю две пока там обучите что обучать следующих сотрудников чтобы уникнуть тему и вот тогда это поинт какой-то категоричная разница цен не в процентах на сегодняшний день нет например поинт 20 до 27 субсидии продлили декабря то есть это 27 активируется мне будут субсидии по франчайзу не знаю я не уточнял то есть возможно что поинт отменен субсидии а франчайз какое-то время нет вот такая ситуация может произойти потому что я так понимаю что это две разные юридически две разные отрасли то есть то что происходит франчайзе это это одна история то что в поинте это другая но на сегодняшний день никакой разницы нету плане там тариф процентов да все основные факты в чем отличие перечислил в дальнейшем посмотрим как это повернется это может быть но мое мнение что в будущем либо будут всех переводить на франчайзе либо будут закроет point будут заставлять только про чайзом открываться какая такая будет история все-таки ну и нужно отметить что поинт изначально когда открывались понятие что можно делать вначале нельзя понять и можно вас например . озон выберете устанавливаете поинт фотографируйте добавляйте свою точку все вы становитесь партнером также через point вы можете открыть не брендированные пвз я встречал даже в москве если не ответили по какой причине спрашивал почему вы используете почему не брендируете пвз они мне не ответили может не хотели не знаю может все плохо может еще какие то преследовать цели не знаю соответственно франчайзе такая штука не прокатит франчайзе вы открываете брендируйте и так далее но сейчас партнерские точки стали закрывать поэтому так таковой point начал в этом плане уже не нужно то есть если у вас там есть . озон ну как бы вы сейчас в алгорис не знаю точно подключить не подключить я думаю что еще можно подключить но это такая очень рисковая тема потому что рядом с вами могут открыть в алгорис сразу же вас отключить ну я честно не буду говорить мне просто неинтересно ли нет точки озона не узнавал точно знаю что отключают партнеров партнеров которых открыт они отключают поэтому смотрите сами что что открывает ну надеюсь я максимально развернуто ответил на этот вопрос в чем разница между поинтом и франчайзем смотрите видео там пересмотрите несколько раз если что-то не договорил там и пожалуйста если будут дополнительные вопросы по этому видео сначала видео досмотрите а потом пишите комментарии потому что я сейчас стали поступать комментарии там четкие есть ответы на эти вопросы но видео видно четко не посмотрел то есть увидел там уж название включил что-то посмотрел и сразу комментарий на встречу ну просто времени не хватает сейчас не жалко всем пока всем до новых встреч